Здравствуйте! Тема сегодняшнего выпуска – это творчество британской рок-группы Spooky Tooth. Группа была основана в 1967 году. Группа из города Карлай, Великобритания. Группа была больше известна в Европе, США, чем у себя на родине Великобритании. Группа вроде бы как и британская, но на самом деле нужно быть справедливым до конца и сказать, что она, скорее всего, британско-американская группа. Потому что из пяти участников группы один член группы, Гарри Райт, был американцем. И причем он был самым таким творчески плодовитым участником группы. Корни группы Spooky Tooth. Кстати, переводится название группы, но кому-то нравится переводить название так – Жуткий зуб. Мне не нравится. Есть еще такой вариант перевода – Призрачный зуб. Некоторые фанаты переводят, я имею в виду русскоязычные фанаты, переводят название именно так – Призрачный зуб. Но вот это мне больше нравится. Вроде зуб есть, вроде его нет. С одной стороны, есть хорошо, с другой стороны – нет. Но все-таки не болит, поэтому тоже хорошо. Группа Spooky Tooth берет свое название из группы Vips. Эта группа была основана в 1963 году. И нужно сказать, что еще тогда, с 1963 года, группа была более популярна именно в Европе, нежели в Великобритании. Во времена активной деятельности группы Beatles, группа Vips, выступавшая в гамбургском знаменитом клубе Star Club, они были по популярности, скажем так, может быть, следующие или где-то рядом с Beatles, среди тех, кто выступал в этом клубе, я имею в виду. То есть, группа достаточно уже тогда показывала какое-то свое отличие от себе подобных, которых в то время существовало просто невероятное количество. И видно было, что у группы есть потенциал для творческого роста. В сентябре 1966 года группа Vips должна была выйти на сцену в знаменитом лондонском клубе Scotch of St. James. И тогда вот за кулисы прибежал Чес Чендлер, который только вот после распада группы Animals искал себе, чем ему заняться, какой-то новый проект. И он нашел такой проект в лице Джимми Хендрикса. И вот побегает к ребятам Чес Чендлер и просит Майка Харрисона. «Майк, у меня есть парень, который только что приехал из Америки. Его зовут Джимми. Вы не будете возражать, если он встанет и проиграет с вами?» Он буквально только что прилетел из Америки в тот же день. Как вспоминает Майк Харрисон, и так Джимми Хендрикс встал со своей гитарой, подключил ее к нашему усилителю. И все. Господи, он играл такие вещи! Это было так невероятно! Это была первая ночь, когда Джимми Хендрикс выступил в Англии. Затем уже его начали водить по клубам, где он играл с такими людьми, как, к примеру, Эрик Клептон. И в течение двух недель уже вся Англия знала Джимми Хендрикса. Вот так получилось, что группа «Спакетюв» стала проводником Джимми Хендрикса. И гениальный гитарист впервые выступил в Великобритании именно с этой группой. Но вот, кроме Джимми Хендрикса, с группой выступал еще один очень знаменитый музыкант – это Кейт Эмерсон. Он два месяца играл в группе, и в 1967 году он группу покинул. Он организовал свою группу «The Nice», а в дальнейшем, как вы знаете, знаменитейшую группу «Emerson Lake Palmer». Когда Эмерсон покинул группу, оставшаяся четверка парней по совету менеджера Гая Стивенсона решила переименовать свою группу и дать ей новое название «Арт». И вот в том же 1967 году, когда ушел Кейт Эмерсон, группа выпустила свой первый и единственный альбом – «Сказки о сверхъестественном», так он назывался. Как рассказывал в одном из интервью об альбоме «Барабанщик» Майк Келли, сам альбом на самом деле был просто сборником минусовок, а не альбомом настоящих песен. Но вот сейчас за ним охотятся коллекционеры. На дисках этот альбом можно купить за несколько сот евро. И нужно отметить, что Майк Келли на треке «African Thing» на альбоме «Supernatural Fairy Tales» сыграл одну из первых парабанных соло британской рок-группы, которая появилась на пластинке. После ухода из группы Кейта Эмерсона у менеджеров группы возникла идея пригласить нового участника группы, пятого нового участника группы, американца Гарри Райта. Гарри Райта – это бывший студент-психолог. Он автор песен, клавишник. Ну, в общем-то, замечательный музыкант и прекрасный вокалист. И когда группе озвучили такую идею менеджеры, что вот хотят пригласить американца, то, как вспоминал Лютер Грассвеннер, нам когда это сказали, что вот хотят пригласить американца, мы тогда все взяли и заявили, да пошел он, чтоб нам в группу, у нас английская группа, мы не потерпим здесь никаких янки. Но менеджеры группы все-таки уговорили группу для начала хотя бы прослушать этого парня, попробовать с ним порепетировать хотя бы один раз, а потом уже делать вывод. Группа согласилась на это, они провели совместную репетицию, и вот по результатам этой репетиции они сказали, да, такие люди нужны нам. И Гарри Райт стал полноправным членом группы. И в том же 67-м году, когда он примкнул в группе, ее переименовали из «Арт», переименовали, дали уже окончательное название «Спуки Тюрс». Как вспоминал Майк Килли, Гарри был очень актерским и полностью отличался от нас, от парней, которые выросли в Карлайле или Мирмингеме. Гарри был тем, кто уравновешивал группу. Он написал несколько песен, и все это было замечательно, органично и естественно. А мы в то время смотрели на американцев свысока, как на граждан второго сорта. Сам Гарри Райт вспоминал. Я думаю, им очень понравилось то, что я был единственным американцем в группе англичан. В том смысле, «Спуки Тюрс» была довольно уникальной группой. Но большую часть музыки написал я. Мы репетировали каждый день и очень хорошо играли вместе. Вообще, история «Спуки Тюрс» – это образец того, как различные участники британских групп объединили свои музыкальные ресурсы и превратились в психоделик, прогрессивный коллектив. «Спуки Тюрс» расширили свое ранее ритм-блюзовое звучание, включив в него концепции прото-прогрессивного рока. «Спуки Тюрс» исполняли и хард-рок с элементами прогрессива. Одними из первых, наряду с такими группами, как «The Band», «Procol Harum», они использовали клавишный дуэт в составе орган Хаммонд Гэри Райта и электрических клавесин Майка Харрисона. Первоначальный оригинальный состав группы был таким – Майк Харрисон – клавишный вокал, Грэг Ридли – басист, Гарри Райт – клавишный вокал, Лютер Горсвеннер – гитара, вокал, Майк Келли – ударные. Группы в ранние годы нередко сравнивали с группой «Трафик». И, собственно, не только потому, что менеджером обеих этих групп был продюсер Джимми Миллер, но и потому, что обе группы двигались в одном музыкальном направлении. Однако с годами пути групп разошлись в музыкальном плане. У Спукетюф были отличные продюсеры из компании «Айленд Рекордс» в лице Гая Стивенса и Джимми Миллера. Спукетюф были одними из лучших коллективов, работавших с лейблом «Айленд Рекордс», хотя так и не достигли высоких эшелонов рок-еархии конца 60-х и начала 70-х годов. Спукетюф так и не получили коммерческого распространения, особенно в Великобритании. Группа стала, по сути, жертвой множества обстоятельств, которые явно не повлияли положительно на развитие группы. Но группа стала своего рода теплицей поворачивания будущих участников таких знаменитейших рок-групп, как «Фрейнер», «Хамбл Пай», «Мод Хоупл» и «The Only Ones». История Спукетюф – это смена направлений, новые идеи, разочарование, бегство участников. Группе всегда было тяжело с новым и хитовым песенным материалом, хотя вокальные дуэли между Харрисоном и Райтом были довольно уникальны. Иногда казалось, что они надсмехались над традиционным пониманием вокальной гармонизации, но никогда не перегибали палку. Как вспоминал Майк Келли, я не могу сказать, почему у нас не было хитов, но я думаю, что мы сами были злейшими врагами для себя, если честно. Мы не помогли себе. Корпоративное видение необходимо, когда в бизнес-предприятии вовлечено более одного человека, а у нас этого не было. «Или хотя бы разумные отношения. Нам иногда требовалась хорошая пощечина. Мы были самой неответственной группой», – объяснял Келли. Гарри писал песни, но он также и был большим бизнесменом. Он постоянно заполнял какие-то формы по дороге на какое-нибудь очередное выступление, сидя в задней части нашего микроавтобуса, и убеждал нас сделать то же самое. Но мы просто свернули еще один косяк, и это было нашей большой проблемой. Мы были группой для курящих. Нам следовало было слушать Гарри намного больше. Майк Харрисон вспоминал, «Мы очень хорошо выступили в Америке, в Европе. Мы никогда не уходили с дороги, но по рекордным показателям не попадали в чарты. Мы не выпускали нужные синглы. Может быть, нас недостаточно раскрутили. Может, не хватило эфира или даже телевидения. В основном это произошло потому, что Spooky Тюв была альбомной группой. Сделал бы ли я что-либо по-другому, если бы у меня сейчас была такая возможность? Возможно, да. Но опять же, Гарри Райт в своей авторомиографии написал, «Я с нежностью вспоминаю Spooky Тюв. Мы играли так, как должна играть группа. Время, проведенное вместе, было прекрасно. Это была ступенька во всей нашей жизни». В 1968 году группа Spooky Тюв выпустила свой дебютный альбом под названием «It's all about». В моей коллекции этот альбом представлен переизданием 1971 года, выпущенным в Великобритании. В этот альбом вошли каверы Дженнис Йен, Боба Диллана. Большинство других треков были написаны Гарри Райтом лично или в соавторстве с другими членами группы. В Западной Германии альбом выпускался на лейбле Фонтана. Американская версия альбома была издана по названию группы Spooky Tooth. В 1968 году этот альбом выходил также в США. А вот переиздание 1971 года тех же США уже выходило под названием «Tabacca Road». И, кстати, «Tabacca Road» – это изюминка данного альбома. Это классическая вещь Джона Ландермилка. И данная вещь всегда воспринималась с восторгом на концертной группе. Альбом «It's all about» имел большую популярность в США. И вот сразу же, буквально, первый дебютный альбом группы уже попал в билборд. Но, правда, на 152 место. Тяжелый психоделический соул. Несколько однотипный, но в любом случае весьма интересный вокально. Фанаты в большинстве своем считают, что лучшая песня на альбоме – это Sunshine Help Me. Песня с лучшим рифом и самая запоминающаяся. Песня – это британская классика своего времени. Определенно напоминает какие-то вот такие вот психоделические переживания. Группе «The Move» настолько понравилась эта вещь, что они сделали ее основным номером для своих концертных выступлений. Половина дебютного альбома группы «Спукетюв» – это каверы. И нужно сказать, что эта группа не первая, кто начинала с каверов, так как им еще не хватало своего писанного материала. Можно сказать, что альбом «It's all about» – своего рода переходной. Если брать предыдущую историю группы, начиная с того времени, когда они уступали под названием «Випс» или «Арт». Обложка альбома оформлена в духе альбомов психоделического рока. Хотя психоделического рока не так уж и много на этом альбоме. Здесь музыка довольно разная и по-разному воспринимается слушателями. Я не буду давать точных определений стилистики этого альбома. Вы лучше сами послушайте и сделайте свое собственное заключение. Одно можно сказать, что альбом весьма интересен и, можно сказать, даже в каком-то плане новаторский. Хотя, все-таки, чего не хватает этому альбому – это ярко мелодии, хоть хотя бы в одной песне. Такой мелодии, которая бы запомнилась от начала до конца. Хороший кавер на песню Дженни и Йен «Society Child», которым открывается альбом. Мне понравился этот вариант песни. Интересные партии вокала фальцетом. После выпуска своего дебютного альбома, поскольку британский рынок оставался не очень восприимчив в группе, группа отправилась в свой первый концертный тур по США. Там они делили сцену с Бодигаем, с группой знаменитой Quickseller Messenger Service. Уже после достаточно успешных гастролей ребята вернулись в Великобританию и начали работу над своим вторым студийным альбомом. Второй студийный альбом группы вышел под названием «Spooky 2». Вышел он в 1969 году. У моей коллекции этот альбом представлен переизданием 1982 года, выпущенным в Германии. Этот альбом Гарри Райт считает лучшим за всю историю группы. Среди фанатов группы лучшей песней этого альбома считается песня Evil Woman. Этот альбом фаны считают настоящим шедевром. Возможно, это пиковый синтез всех хороших элементов, которые британский рок собрал и развил сам по себе. Целью Гарри Райта и Майка Харрисона, несомненно, было попробовать свои силы во всем – от фолка до кантри и соло, от блюза до хардорока. В паре песен даже присутствуют прогрессивные элементы. И на самом деле «Spooky 2» вполне мог послужить примерным планом работы для всех хардороковых и арт-роковых групп. Гарри Райт написал все песни альбома, кроме одной. На трех песнях с авторами у него были другие члены группы – Келли, Харрисон и Горсвеннер. Единственный кавер, и он же лучшая песня на альбоме – это Evil Woman – одна из самых известных песен группы «Spooky 2». В песне мастерский риф, ну прям как у Black Sabbath, с той небольшой разницей, что вместо хрипящего голоса Оззи звучит пронзительный фальцет Райта. И, конечно, шикарная вокальная битва Райта и Харрисона. Баритон одного и фальцет другого идеально дополняют друг друга. Единственный по-настоящему тяжелый трек альбома – это запоминающийся хит «Better by You Better Than Me», на который сделала кавер впоследствии группа Judas Priest. Открывающий альбом песня Waiting for the Wind также квалифицируется как тяжелая. Песня основана на трехракордовом органном рифе и двухнотном гимне при певе. И вот чем-то напоминает Юрай Хип. Второй трек альбома Feeling Bad напоминает раннее звучание группы Traffic. Еще одна песня, похожая на творчество группы Traffic – это трек «That was only yesterday» с более попсовым и таким оптимистичным звучанием. I'm good enough heartaches – у меня достаточно сердечных болей. Это неплохой трек, чуть ли не в стиле госпела. Lost in my dream – это трек движется по психоделическим территориям и атмосфере, напоминая чем-то Jefferson Airplane. Хотя альбом Spooky2 попал в топ-50 США, он не имел особого успеха, опять же, в самой Великобритании. Но, тем не менее, критики называют этот альбом лучшей записью группы. Группа Spooky2 быстро стала популярной концертной группой. Они выступали на одних концертах с Джимми Хендриксом, Rolling Stones. В 1969 году группу покинул басист Грэг Ридли. Он ушел в группу Humble Pie. Его место занял Энди Ли. И в том же 1969 году группа приступила к записи весьма спорного альбома под названием «Церемония». Альбом «Церемония» – это продукт совместного сотрудничества группы Spooky2 с французским композитором электронной музыки Пьером Анри. Все песни этого альбома были написаны Гарри Райтом и Пьером Анри. Пьер Анри на тот момент подписал контракт с гарским отделением Philips. Это отделение было французским дистрибьютером лейбла Island Records, у которых был контракт с группой Spooky Tooth. И Анри изъявил желание сделать авангардный альбом на основании музыки группы Spooky Tooth. Несколько озадаченной такой вот идеей группа таки согласилась, их уговорили менеджеры. Но согласилась с одним очень важным условием. Этот альбом не будет выпущен как официальный альбом группы Spooky Tooth. У нас была встреча, затем мы отправились в студию Морган и начали запись, рассказывал Майк Келли. Мы записали свои треки, а потом однажды пришел Пьер Анри. Он не знал ни слова по-английски. Он послушал, казался счастливым и ушел. Затем мы ему отправили записи, и он их закончил. А вернулось то, что вы слышите на альбоме «Церемония». Это потрясающая смесь, но это просто чушь. Альбом «Церемония» представлял собой ошеломляющий звуковой коллаж из рук, электроники и конкретной музыки. Практически без учета гармонии или мелодии. Однако более неприятно было то, что когда он вышел, он вышел как очередной альбом группы. Проблема была в том, что все думали, что это третий альбом группы «Спуки Тюрс». Но это не так, вспоминает Майк Харрисон. Экспериментальный характер альбома получил смешанные отзывы от критиков, и после выпуска альбома Гарри Райт не выдержал такого отношения к группе и ушел из группы. Гарри вспоминал, «Тогда мы сделали проект, который не был нашим альбомом. Именно с этим композитором французской электронной музыки Пьером Анри. Группа просто служила вывеской. Вы знаете, что этот альбом не наш. Мы играли на нем только как музыканты. Но потом, когда он был закончен, нам сказали, «О нет, ребята, да это здорово, мы собираемся выпустить этот альбом в качестве вашего следующего альбома группы». Мы ответили, этого нельзя делать. Это ничего не имеет общего с нашим музыкальным направлением, с направлением музыкальных предыдущих альбомов группы. Это разрушит нашу карьеру. Ну, собственно говоря, что и произошло. Альбом «Церемония» – это концептуальный альбом, включающий отрывки и молитвы из Библии. То, что могло стать сильной смесью тяжелого рока, прога и блюза на христианскую тему, вот наподобие рок-оперы «Иисус Христос, суперзвезда», вот это все превратилось, в конце концов, в хаос и продукт из упущенных возможностей. Хотя все же содержащий какой-то хороший хрид-рок. На альбоме мрачная зловещая музыка с сильным акцентом на массивные гитарные риффы, взрывная соло-гитара, нистовый орган Хаммонд, двойная ведущая вокальная атака Райта и Харрисона. Вступительный трек «Have mercy» – это практически продолжение знаменитой вещи «I will woman» со второго альбома «Группы». И эта вещь наполнена бешеными соло-гитарой Гроссвенера и Хаммонда Райта и мясистыми такими хрустящими риффами. И тут Анри добавляет свои причудливые звуковые эффекты и электронику в разные части песни. Это не лучшая идея. И вот так вот по всему альбому. Когда слушаешь этот альбом, не покидает мысль, что если с этого альбома убрать все дополнения Пьера Андри, у вас в руках будет классный альбом от Spooky Tooth.